А сейчас у нас выступает Алексей Мигунов. Ваши аплодисменты! Всем здрасте, добрый вечер. Как настроение, ребят? У, классно, 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 окей. Смотрите. В общем, у мужчин относительно женщин, ну, примерно одинаковые вкусы. Ну вот у меня есть друг с очень стрёмным вкусом. Ну вот, чтобы вы понимали, ему нравятся женщины за 40, и чтобы он был у них первым. Вот такой вот чувак. В общем, недавно смотрел интервью Егора Крида. Такое случается с людьми, которые иногда курят траву. Вот, и, короче, он в этом интервью назвал тексты своих песен интеллектуальной собственностью. То есть, ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди, и мало-так мало нормальных девчат, это интеллектуальная собственность, по мнению. Мне кажется, это скорее интеллектуальный продукт. Интеллектуальный продукт жизнедеятельности. Вот я так считаю. В общем, этим летом был в деревне и наблюдал очень странную картину. Я видел, как мой пятилетний племянник хоронит кота. Это было очень стрёмно. Маленький ребенок берет кота, запихивает в коробку из-под обуви, кот царапается, кусается. Это было очень стрёмно. Недавно в моей жизни произошла очень странная херня. Я участвовал в хип-хоп батле. Вы серьёзно считаете, что это повод для аплодисментов, да? Как любому интеллигентному человеку, который участвовал в хип-хоп батле, мне сейчас очень стыдно. В общем, как это произошло? Это была автопати после КВН. Мы пришли в бар, и всё шло к тому, что начнётся хип-хоп батл. Предпосылок было много. Во-первых, мы нажрались. В принципе, всё из предпосылок. И мы, короче, начали с чуваком батли. Типа, начало это было забавно. Были какие-то заготовленные панчи, было весело. Но потом началась импровизация, и вот это было убожество. То есть это выглядело примерно так. Ты такой же, как этот асфальт? Пидор! Вот, и то есть... А публике насрать было им. Если есть какая-то строчка в рифму и с матом, всё, они... У-у-у, им нравится. Если в этом суть хип-хоп батлов, то, мне кажется, мой дед с его матерными частушками может прийти и отъебать Лигу Версус Фрэш Блад. Хотя давайте будем честны, моя бабушка придёт и отъебёт Лигу Версус Фрэш Блад. Ну такое себе. И, в общем, там контингент был тот ещё. И там прям были очень тупорылые ребята. Но чтобы вы понимали, один чувак посередине батла такой выбежал. Всё, стоп! Стоп, брейк! Всё, разошлись! Стоп, всё! Стоп, батл! Чувак, что случилось? Стоп, всё, хватит батлить! Там менты за углом. Что нам могут сделать менты? То есть подойдёт мент такой «Айоу, это лейтенант Петров, вы десяте в неположенном месте!» Что он нам сделает? И на самом деле я не сильно понимаю вот эту сейчас тему, почему сейчас батлы так популярны стали. Ну то есть матерные стихи про оскорбляющие людей, их писали все и очень давно. И Пушкин, и Маяковский, я в седьмом классе, нас всех бросали тёлки, мы все как-то с этим боролись. Вот, особенно Маяковский. Возьмите у него половину его стихотворений, с ними можно на Версус идти, серьёзно. Мне кажется, он при жизни их читал примерно так, типа, «Айкей» — это МС Маяковский. Лейбл «Кружок футуристов». Батл по факту, поехали! Ветер веет с юга, и луна взошла. Что же ты, блядюга, ночью не пришла? Не пришла ты ночью, не явилась днём? Думаешь, мы дрочим, не от других ебём. Мой хип-хоп убивает. Футуризм опасная штука. Я при всём зале скажу «Лиля Брик, сука!» Вот, мне кажется, вот он такой был тип. Значит, знаете, недавно я узнал, что мои друзья считают меня конченым. Короче, я был в универе, в тренажёрном зале, и отключили воду. И я не хотел ехать домой грязным, я решил сходить к другу в душ, в общагу. Я ему звоню, говорю, «Слушай, можно к тебе в душ сходить? Окей, мы встречаемся, идём по коридору». И он спрашивает меня, «Слушай, а что тебе посередине дня понадобилось в душ сходить?» Ну, я решил постебаться, я такой говорю, «Слушай, что это такое дело?» Я покакался. А он на меня смотрит такой, «А ну окей, пойдём». То есть не нотки удивления на его лице. То есть, блядь, в его голове в порядке вещей, что я могу обделаться посередине дня. Я думаю, ну окей, ты не самый мой близкий друг, допустим. Приезжаю домой, рассказываю эту историю своей девушке, спрашиваю, «Слушай, вот скажи мне, я похож на человека, который может обделаться посередине дня?» Она смотрит на меня такая, «Ну нет, ну если тебя лично не знать, конечно». Что, блядь, со мной не так? Объясните, ладно. Сейчас последний оставил, самый вкусный, наконец решил похулиганить. Короче, моя девушка, она очень скромная. Она очень скромная и стеснительная. Недавно я попросил её сделать мне минет, так у неё аж челюсть отвисла. Ладно, у меня всё, спасибо. Вот, на самом деле, Алексей Мигунов очень такой интеллигентный человек, поэтому даже когда говорит похулиганить, очень интеллигентно он хулиганит. Давайте вашим аплодисменты нашему комику Алексею Мигунов.